Всем привет, дорогие друзья! С вами 26 выпуск Битвы Рабочих Столов и мы начинаем. Поехали! Не забывай поставить этому выпуску лайк, либо дизлайк, если не понравилось, присылай свое рабочее место. Первым делом, как всегда, это изучаем рабочее место с обложки этого видео. Сегодня у нас аккаунт в инстаграме, который называется HiOctane0 и у него 7700 подписчиков. Рабочее место довольно-таки простое, ничего сверхъестественного нету. Это белый ковер, карпет, как американцы его называют, белая стена, две тумбочки Аликс, черненькие, такие же, как у меня, даже здесь вот стоят. И столешница икеевская, как всегда, конечно, икеевская столешница, она из разделов кухни. Так что это самая популярная сейчас тема, то есть две тумбочки Аликс, столешница, кухонная икея, все, тебе больше ничего не нужно. Тумбочки классные, они вместительные, блин, в них можно сделать и проводочку, и зарядки, и так далее. У меня в Москве полностью все вот так вот сделано. И куча мониторов, конечно, с одной стороны, может показать, что йоу, вау, вау, зачем, что на фото выглядит круто, безумно. То есть один длинный монитор, ну, широкоформатный, сверху еще один, по бокам еще два. Типа, зачем четыре монитора? Смотрится классно, не знаю, как именно в работе, но, мне кажется, один монитор над другим, это довольно-таки удобно, это продуктивно. По бокам, ну, наверное, больше там, из наших комментариев почитайте, но и в большинстве, наверное, случаев это просто красиво смотрится. Что я заметил, вот аккаунты, которые я смотрю, у всех... Рейзер! Рейзер всем заслали! Эх, красавчики, я не говорю, смотрю каждое рабочее место, рейзер, 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 рейзер. Не, ну, рейзер вообще... Все, на налив Аврора, пожалуйста, подсветочка на стене, но кайф в том, что чувак может менять тему своего рабочего места постоянно. То есть из-за того, что подсветку ты можешь настроить как угодно, вообще любой треугольник вообще любым цветом делать эффекты, при этом ставить другие заставки, и у тебя каждый раз просто реально все по-новому. Мне очень нравится его корпус, потому что он тоже дает о себе знать, вот эта вот массивная передняя часть, когда у тебя там сколько-то, 8 вентиляторов, внутри еще 2-5... Короче, ни хрена себе... А, и мониторчик вмонтирован. Мониторчик, мониторчик ПК, выглядит довольно-таки круто. Очень массивный корпус. Вот, мне просто понравилась его, знаешь, такая, вроде легкость, вроде дохрена мониторов, но выглядит классно, а? Согласитесь. Ну вот. Ну ладно, ну что, начинаем смотреть наши рабочие места, значит, 26 выпуск, у нас наши участники, значит, первое письмо Инал Тенгизов прислал. Я бы хотел поучаствовать в битве рабочих столов, вот мое рабочее место, очень хочу себе белую беспроводную клавиатуру. Спасибо, что ты делаешь очень крутой контент. Спасибо тебе большое, что ты прислал. Выглядит максимально круто и простенько, мне вот так нравится, смотри, вот провод, который такой под монитором висит, вот его немножко сдвинуть, там, двухсторонний скотч, чтобы не, конечно, не мелькался. Вот, очень классно, белая столешница, белые тумочки, белый задничек, белый компьютер, вау, реально круто, то есть простенько и круто. Но это, наверное, все, что здесь можно сказать, следующее рабочее место Эльнар Абдекаримов прислал. Вау, я сейчас сначала, знаешь, думаю, а где это все находится? На балконе или как, это очень необычно, я такого реально не видел. То есть это маленький закуточек и очень необычно, что нету тумбы, потому что, ну, идея классная. То есть просто стеклянная столешница, очень классный кабель-менеджмент, корпус стоит тоже в стекле и ты такой, ёл, а что так можно было, да? Вот, то есть выглядит вроде непонятно, но классно, вот реально классно, что ты клёво не стал прятать провода, они смотрятся реально вот из-за того, что у них чёткая такая идёт, вот грянь, класс, слушай, я ничего не могу сказать плохого, это прямо реально что-то новенькое, что я ещё не видел. Дальше, привет, смотрю тебя недавно, очень заходит твой контент, смотрю все выпуски Битвы рабочих столов, захотел тоже поучаствовать, вот моё рабочее место. Посоветую, что добавить, что сделать, чтобы было лучше. Ух, слушай, но здесь мы каждый до этого сам доходит. Ковричек надо поменять, он уже такой замотанный жизнью, по-любому. Чё, у тебя два мониторчика, ноутбук есть, справа ещё, так понял, это три, как монитора, подсветочка есть. Значит, вот, рабочее место. Спасибо большое, что открыл моё видео на фоне. Вот, я, смотри, приверженность того, что что-то в последнее время я от чёрного ухожу. В будущем, чувак, покупай себе белый рабочий стол, пожалуйста. Даже то же самое и киевский, столешница стоит 900 рублей и четыре ножки по 250 рублей. Конечно, в 2000 рублей ты получаешь белую столешницу с ножками. В будущем ты можешь две ножки заменить на тумбочку Аликс. Будет вообще классно. А столешницу можно выбрать деревянную, ну, то есть под цвет дерева или под белую. Я не знаю, меня просто уже чёрные рабочие места начали реально прям пугать. Я вот начал от этого отходить, но это лично моя тема, поэтому я её так вот и на вас тоже транслирую. Артём прислал. Мне 16 лет, я молодой музыкант, работаю в жанре альтернативного рока, немного экспериментирую с электронщиной. Дополнил комплект студии, не хватает студийных мониторов, но денег пока нет, справляюсь с наушниками. Очень прям вообще респект за American Idiot, это вообще самый лучший альбом, я считаю. Ну, реально, даже просто в музыкальной индустрии, это вообще прям альбом топовый. Это проигрыватель винила. Я сначала подумал, что это проигрыватель дисков, потом думал, что что? Yunus 301. Класс. У меня же тоже есть такая большая штука, я на ней даже играл около месяца. Да, мониторов, конечно, не хватает, потому что... Ну, слушай, ты ещё в самом начале понемножку, потихонечку, всё круто. Сначала реально делаешь, потом понемножку улучшаешь. Но за винил прям вообще респект. Конечно, да, в будущем рабочее место надо расширять, потому что всё-таки клавиатуры, все, ну, там, диджейские пульты, микшеры и так далее, они требуют места. И нужно делать общую какую-то концепцию, прикольную, может, с акустическим поролоном разного цвета. Почему бы и нет? Меня зовут Дмитрий, мне 16, цени моё игровое место. Давай. Курфт монитор, отвернут как раз к окну, чтобы никто не видел. Принтер в наклейках Razer, классика. Я, кстати, такое уже, кстати, видел. Я сам раньше этим грешил. Я бы сказал, что не очень удобное рабочее место. Вот эти вот угловые штуки, которые... Видишь, он как бы повёрнут, но мне кажется, у тебя ноги, что ли, туда упираются. Хотя, кому я говорю, у меня же у самого было ужасное рабочее место. А когда я, помните, у меня под столешницей для ног было сантиметров 20. Вот. Но ничего. Слушай, тоже, в самом начале всё будет нормально. Купишь себе потом нормальный стол, его прям сделаешь. Наверное, будет круто. Дальше. Привет, Ирия. Давно смотрю твои ролики. Долго шёл, чтобы сделать место удобное для себя, вдохновения. Идей брал с твоих выпусков Битвы рабочих столов. Да и даже больше, знаете, мы берём, наверное, с выпуска, с картинки. То есть, я тоже много беру. Ну, и от вас есть, попадаются такие прям, знаешь... Вот то же самое пару писем назад было. Когда маленький закуточек, стеклянная столешница, ничего лишнего и чётко разложены провода. Выглядит так классно. Так. Ну, здесь максимально всё простенько. Я не знаю, как сказать. Ну, реально простенько, да. Всё как есть. Житейско. Житейско. О! Вот, вот это вот. А, тут просто я-то смотрю письма, знаешь, с первой фотографии. А тут-то получается уже прогресс. Моя белая столешница вообще меняет всё. Бац, на раз. Реально. Белая столешница, белый задничек и всё. Ой, смотри. Прямо рабочее место какое. Фу. Из обычного превратилась в офигенное. Вот это вот респект. Вот. Вот это вот прогресс. Это реально уже прогресс. Корабль. Окей, идём дальше. Меня зовут Давид. И я бы очень хотел попасть в выпуск Битвы рабочих столов. Собираюсь собирать... Скоро собираюсь покупать RGB-ленту. Кстати, подумаю насчёт того, чтобы купить RGB-ленту тоже на Алике, которая с Ambilight. Стоит недорого. Сейчас по USB подключается. Очень классный системный блок. Мне офигенно нравятся твои вертуки. Вот, RGB-ленту. Спасибо большое за то, что открыл мой канал. Это вообще... Вау. А вот дерево выглядит классно. Мне кажется, если купить какие-нибудь искусственные растения ещё поставить, будет вообще ништяк. Вот. И такой совет. Ну, не то, что прям тебе совет, а на будущее. RGB Ambilight-ленту за монитор. Кстати, если интересно, оставлю... То, что я уже заказал, она ко мне идёт. Оставлю ссылку в описании на Алике. Заказал. Притом, стоит реально недорого. Хотел взять всё-таки Corsair, но подумал и взял обычную. По USB подключается и всё повторяет то, что у тебя на экране есть. Вот так вот будет реально. Тима Житников. Привет, меня зовут Тимофей. Уже целых два года прошло с моего первого появления в выпуске рабочих столов. А вроде это было не так давно. Ну да. Эх, ностальгия. У тебя в выпуске два года назад. Ладно, дочитаем. Так, два монитора. Спасибо большое, что открыл моё видео. Так. Два монитора, два монитора. Был один, стало два. Мне, кстати, нравится сиреневый подцвет. Такая сиренево-синяя она, что ли. Ну там фотка была прикольная. Слушай, ну два монитора это уже серьёзно. Это прям точно ты уже ютубом, наверное, занимаешься. Потому что два монитора как раз для игр, для стримов прям самое оно. Дальше. Привет. Ты свои фотки в подборку для битвы рабочих столов. У меня ничего особенного хотелось бы попасть в ближайший выпуск. Ну, конфиг там перечитает. Не буду перечитать. Но, чувак, у тебя очень классный системник. Максимально белый. Вот это клёво выглядит, реально. То есть перед весь открыт, как аквариум. И внутри всё белое. Я просто себе хочу в Москве, в домашний компьютер, всё-таки охлаждение белое сделать или купить. Видите, нашёл у Corsair, есть у Roga. Либо оплётку заказать, чтобы реально внутри всё было белое. Вот твоя система охлаждения мне безумно нравится. Белое. Лиан Ли. Окей, я запомню. Спасибо большое, что прислал. Реально, вот это вот прям зазор на будущее. Дальше. Реал Мадрид. К этому письму приложено следующий файл. Давай смотреть. Так. Мониторчик. И подсветочка, конечно. Слушай, классно выглядит. Притом на ножке, без лишних проводов. Спасибо тебе большое, что открыл мой канал. Вот, кстати, вот тебе тоже, если ты сможешь, советую вот эту подсветку MB-Light за монитор. То есть, с Арика. Я надеюсь, что она будет работать нормально. Потому что, как она приедет, я сразу её поставлю и буду её использовать. Но сейчас вам уже её могу посоветовать. Но тебе тоже будет классно, потому что она будет не одноцветная, а хотя бы повторять, когда играешь в игрушку, у тебя сзади всё будет повторяться. Это реально расширяет прям границы. Потому что я раньше такие для терек только, можно сказать, ну, как не рекламировал, рассказывал вам. Наконец-то я решился. Меня зовут Влад. Выслать тебе рабочее место своё. Не суди строго. Слушай, чувак, ты бы видел моё рабочее место раньше. Это сейчас. Что-то так заморачиваюсь. Так, подсветочка. Вот только если, знаешь, ещё на Арике продаётся подсветка за монитор, которая от USB идёт. Она стоит рублей, кстати, 200. Она будет больше давать тебе по всей площади монитора как раз подсветочку. Но ноутбук, подключенный к монитору, и у тебя получается как бы ноутбук за ним делает работу системника. Это круто. Это хорошее решение. Особенно в настоящее время. С причиной того, что собрать комп уже какое-то себе это не дешёвое представление. Дальше. Меня зовут Тимур. Я из Казани. Мне 14 лет. Смотрю тебя с влог декабря 2014 года. Ты уже вырос на моих видео. Охренеть. Очень вдохновился первым выпуском битвы рабочих столов и захотел создать своё идейное место. Вот фотографии моего стола и, в общем, вообще комнаты. Давай смотреть. Так. Рейзер. Рейзер, смотрите. Ребят. Так Рейзер-то покупают? Калатурная вышка Рейзер? Охренеть. Я в шоке. Слушай, а комната классная. О-о-о. И рабочий стол классный. Всё такое беленькое. Йоу. Мне нравится. Микрофон какой необычный. Я такого даже не видел. Слушай, мне нравится. Коврик с подсветкой. Беленькое. Белый комп. Всё очень легко выглядит. Ништяк. Прям уважаю. А микрофон интересный. Чё за микрофон, я не могу понять. Если кто-то знает, напишите в комментариях. Такой необычный маленький. Прикольно. На этом 26 выпуск заканчивается. Я не стал специально их делать длинными. Чтобы всё это смотрелось, досматривалось. И идём дальше. Спасибо, что смотрели. Делайте свои рабочие столы лучше. С вами был Ле. До новых встреч. Пока, ребят. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.